Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере». Я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Вот уже две передачи. Сегодня мы беседуем на такую сложную тему, тему промысла Божия. Как промысел Божий себя реализует в судьбе, в биографии конкретного отдельно взятого человека и в жизни человечества в целом. Как соотносится промысел Божий и зло. И в прошлый вторник, мы так немножко на полусловие оборвались ввиду того, что закончилось время нашего эфира, мы начали говорить о теодиции, такой сложный философско-богословский термин, предполагающий оправдание Бога. Ну, какую-то защиту Бога от недоуменного вопроса, почему же, если Бог добр, в мире царит зло, ну или, по крайней мере, не царит, но присутствует. Сегодня мы продолжаем наш разговор с преподавателем Самарской духовной семинарии, преподавателем философии и богословия Сергеем Григорьевичем Кредичем. Здравствуйте, Сергей Григорьевич. И снова здравствуйте, отец. Я прошу прощения, вот ты в прошлый раз извинился, и сейчас вновь с извинений начну наш диалог, что пришлось вас в прошлый раз прервать. Мы говорили о теодиции, о концепции Лейбница. Давайте продолжим. Прям вот даже, чтобы без... Ну, в свою очередь, извинюсь, потому что проб-деформация предполагает звучание минимум часа, а в рамке программы куда жестче. В смысле, час в академической лекции. Так вот, Лейбниц говорит, а почему Лейбниц, я не пояснил, это последний треум в классической метафизике. После Лейбница вот ничего такого свежего в жанре теодицеи, в общем-то, не случалось, если не брать там малоизвестные русскому читателю какие-то вот нюансы. Так вот, Лейбниц говорит, что если мы определим, что такое зло, то получается, зло – это физическая боль, но мы в этом случае Бога не обвиняем, потому что в физической боли всегда есть источник. Зло – это моральное зло, и мы успели разобрать несправедливый приговор. Но, опять же-таки, мы четко находим источник, что это не Господь виноват, а что судья, зная, что человек невиновен, его все равно приговаривает в силу каких-то своих мотивов. Ну и, наконец, зло может быть в плане наследственной болезни, и тут, опять же, мы подходим вот тоже к очень важному при разговоре и о замысле, и о промысле явлению, как первородный грех. То есть вот это тоже важный момент, то есть такой детский наивный вопрос, ну хорошо, Адам и Ева – это их личное преступление. Сказали – не вкушай. Они вкусили, вопросов нет, Господь справедлив, но почему же тогда страдает род человеческий? Ну, это, опять же, вот берем на рациональном уровне. То есть, повторюсь, это не про то, что вот, а как же так, это вот сухое рацион. Чтобы Адам и Ева, собственно, вот дети Адама и Евы, род человеческий, вернулся в Эдемский сад, потому что личной вины-то во вкушении плода у нас нету, надо было соблюсти некоторые условия. Значит, первое – это согласие Адама и Евы на гибель и погружение во тьму и брак проклятия, да, то есть добровольный уход в ад. То, что если они хотели говорить, Господи, верни нас, пожалуйста, в рай, это уже затруднение. Второе – согласие доброго и мудрого Господа, который сказал, ну, теперь без обид, и во мрак, опять же, такой. И третий момент – это согласие детей, и Каина и Авеля в том, что они получат рай, но никогда больше не увидят родителей. Если первые два варианта еще возможны, как, например, родители жертвуют собой ради детей и ради их лучшей жизни, или, как справедливый Господь сказал, ну, все же было оглашено, все было честно, играли в открытую, то вот третий вариант, третье условие, что дети соглашаются разменять родителей, то есть мы с вами навсегда расстанемся, но зато мы пойдем в рай, делают их недостойными рай. Ну, и, соответственно, дети остаются с родителями, и Адам не мог дать своим потомкам лучшую природу, чем нежели обладал сам. Ну, если по-простому, просто о вере, да, то не родятся от оси на апельсины. Ну вот, ну никак. И поэтому, казалось бы, несправедливость, если ребенок рождается с какими-то вот заболеваниями. То, опять же-таки, если родители в состоянии алкогольного опьянения зачали ребенка, наверное, он не родится, то есть вот таким, каким бы хотелось бы. Ну, это мы возвращаемся к теме физического зла. Нет, но ребенок лично не виновен. Вот в физическом зле в моем я споткнулся, у меня болит зуб. Ну, иногда бывает толкнули же, да, то есть в данном случае источником зла будет неверное использование. Ну, не физический толчок, вот это я имел в виду. А тут в данном случае тоже, да, несуразность поведения родителей, мягко говоря, несуразность, да, к сожалению, порождает. Ну, то есть здесь как раз очень четко прочитывается причинно-следственная связь. Да ну, как сказать, вот Мапасан, если не путаю, умер от третичного сифилиса. То есть он в этом был не виноват и умирал от очень нехорошей болезни. А вот тут вот как раз вопрос, почему, например, страдают праведники, излюбленный вопрос атеистов. И умирают младенцы. И умирают младенцы. Давайте уже до стволку достанем уже. Да, 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 двойной заряд этой соли, тогда выстрелим себе в грудь. Вот. Почему страдают праведники, благоденствуют грешники? Почему, ну, и дальше там по списку благоденствуют, там, не знаю, жиреют отдельная какая-то прослойка людей, и, откровенно, мягко говоря, неправедных. Молчи, молчи, не смей меня будить над простотой глумящаяся ложь, ничтожество в роскошном одеянии. Вот. А при этом, например, ну, мы видим, наблюдаем, как люди чистые нравственно, ну, понятно, что относительно, может быть, чистые, потому что нет человека без греха. Но люди, которые действительно глубоко проникнуты евангельской проповедью и желанием жить по заповеди. Дети, наконец, все те же самые, да, которые раз и ни с того, ни с сего умирают. Допустим, от коронавируса, который в данном случае не имеет конкретного источника, так, визуализированного человеческим лицом, да, то есть вот кто-то конкретно там. Опять же, когда человек подошел и медсестре плюнул, больной коронавирусом, да, и медсестре плюнул, мы тут можем сказать, вот источник зла в данном случае вот этот вот несознательный элемент. А тут вот просто гулял ребенок, раз где-то вдохнул, подцепил. Понятно, что от коронавируса дети не умирают, умирают именно, как правило, пожилые и люди со снеженным иммунитетом, но сейчас суть не в этом, не будем занудствовать здесь. Вот как мы ответим тогда на этот вопрос? Опять же-таки пропою припев из прошлых частей, что в данный момент мы находимся в поле рациональном. То есть если наши зрители не поспят ночь, они не воспримут рациональные аргументы, если они будут голодны, если у них будет болеть зуб, там и так далее. То есть вот мы сейчас просто, что рация, вот как вот логос, это мысль, выраженная словом, там психология, космология, там и политология и так далее. И в этом плане, значит, первый момент, это то, что христианство, в общем-то, не обещало ни счет в банке, ни... То есть человеку надо просто отрезвляюще сказать, а кто вам, когда вы крестились, обещал? Выигрыш в лотерею, долголетие, счастливый брак и так далее, и так далее, и так далее. То есть в этом плане следует честно признать, что Христос обещает только встречу с собой. В тот день вы увидите меня снова, и радости ваши никто не отнимет у вас, и вы столь печальные для философов и ученых, и вы не спросите меня ни о чем. То есть, казалось бы, вот Господь, который готов ответить на любое... И вот это будет настолько неважно, что, имея возможность спросить формулу мира, а есть ли антиматерия, а вот почему у меня тогда болел зуб, но это станет... Мы сможем это сделать, но это будет просто неважно уже для нас самих. То есть это первый момент, что это жестковато, когда приходит человек и говорит, а вот я заболел, и вот что, как же так, я же никого не убивал, я даже от налогов не уходил, все выплачивал честно. И ни разу не выкинул фантик мимо урны, и проезд всегда оплачивал честно. Вот как так, как так? А Господь вам ничего не должен, и Бог это не Бог торговцев. И тут тоже слабым, но утешением, которое предлагается, то, что... Но все остальные варианты еще хуже. То есть христианство говорит, что со смертью физической жизнь не кончается, это первый момент. Второе, что Господь ничего не обещал, кроме встречи с собой. Кого Господь к ответу призовет, кого утешит сам своим ответом, но вот мы все окажемся пред Господом. И третий момент, это, ну, это именно вера, потому что если мы человеку жизнь его распишем прям сразу, то есть это тоже его может не воодушевить, а скорее, наоборот, разочаровать. То есть я вот возьму и расскажу, что вот в Оксфорд вы не поступите, с Арбона слишком далеко, будете вы отдыхать на речке, потому что денег не будет больше, квартира будет в ипотеку. Ну, это все распишем, и человек просто впадет в уныние, и все. И все остальные варианты еще хуже. Вот это тоже важно. И плюс, мне кажется, еще одним из ответов может быть наше очень недальновидное суждение о... Что есть благо, да. Что есть даже благо, да, а что есть праведность, что есть греховность. Да, потому что, опять же, мы открываем Евангелие, да, и мы понимаем, что даже Христос на протяжении всего евангельского представления постоянно ставит под вопрос праведность человека, праведность фарисеев. Абсолютно ведь праведные люди были, исполняли закон добуквенно, до последней запятой. И сам же Спаситель говорит, если праведность ваша не превзойдет праведность фарисеев, то есть он не говорит, что они грешны. И если мы перечитаем, опять же, про мотаря и фарисея, мы готовились к посту и должны были все внимательно читать, то и мотарь ушел более оправданным, чем фарисей. Не сказано, что фарисей ушел неоправданным. То есть это да. И есть другой вопрос, который Господь также ставит. Если свет, который в тебе, есть тьма, то подумай, какова тогда тьма. То есть все лучшее в тебе, когда ты жертвовал собой, мерз, претерпевал, закрывал ближнего, это все лучшее в тебе, с точки зрения Бога, это тьма вообще. Какова тогда настоящая тьма, если вот… Ну да, то есть в этом случае я понимаю, что это проигрышно, но в том и дело, что пытаться поймать Христа, как вот мне очень понравился образный ряд, на философских вопросах все равно, что пытаться поймать солнечный лучик в бутылку. Он постоянно выскальзывает, потому что это нерационально, это вот на таком вот уровне эстетическом и даже физическом. То есть как-то в цитации говорят, что хлеб – это пища, это любовь Божия, которая ради нас сделалась хлебом. То есть в этом плане я понимаю, что это слабое утешение, но, простите, все остальное не предполагает вообще никакого утешения. То есть именно потому христианство – это вера, что мы верим, что этот мир лучше из возможных миров, это тоже формулировка Лейбница. То есть тут я могу привести только просто даже банальное упражнение в физических кондициях. Если почитать о планетах Солнечной системы, даже далеко не заглядывая, помните вот эпизод из «Солдата Швейка», что начинает умничать новобранец перед туповатым солдафоном, который строит новобранцев. Что не может быть такого, потому что сила тяготения на Земле вот такая. Ну-ка поясни, говорит, ну на Луне она меньше, поэтому было бы вот так, а на Марсе она больше. Он к нему подскакивает и говорит, а радуйся, что я дам тебе обычную земную затрещину. Потому что как только ты объяснил, то вот будь она лунная, ты бы летел до Альпы, и они разорвали в кашу бы тебя, а если бы это был Марс, то у тебя бы полчерепа оторвалось, а мундир бы даже не шелохнулся. Ну то есть банально, если мы посмотрим на возможные миры с перегревом, с переохлаждением, с бурями, с полярным днем, полярной ночью, то вот этот мир лучше из возможных миров. И физически, и что самое интересное, Господь присматривает и постоянно нивелирует зло, которое может произойти. То есть, казалось бы, вот был эпизод знаменитый, собаку в пакете взяли и отнесли щенка на свалку в контейнере. Ну, нашли, отогрели, замечательно, да. То есть выбросили ребенка в мусоровой провод, ужасное зло совершенно. Ну, только нашли, откачали, и слава Богу. То есть, когда говорят, что есть много зла, надо помнить, что также вмешивается Господь и чужими руками, да. Ну, только это тоже христианская мысль, что Господь не ограничивает свободу человека. То есть, свобода до известного предела – это не свобода. То есть, свобода, там, я не знаю, предаваться обжорству и ругаться нехорошими словами, но стоит только попытаться убить беззащитного котенка, как является архангел с огненным мечом, и все останавливает. Опять же, свобода проиграть все, и даже собственную свободу в азартные игры – это «пожалуйста, но начать мировую войну нет уж и свободы». И в этом случае, как раз, и еще раз повторю, Лейбнис ценен тем, что он говорит, что мы слишком несовершенны, и если бы каждый из нас в полноте представлял все последствия наших поступков, то, собственно, и войн бы не было, и конфликтов, и никто не вступил бы в брак, зная, что разведется со скандалом через пять лет или через три года, или в случае, что если это Отелло и Дездемона, будет еще хуже, и Дездемона бы не вступила в эти отношения, и Ромео с Жульетой, возможно, повели бы себя иначе. Но тут опять мы закольцовываем потихонечку тему. Христианин всегда молится, чтобы Господь открыл ему наилучший вариант. Вот молитва оптинских старцев, которая по утрам читается опционально некоторым христианам, она не входит в обязательное правило. Но вот дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день. Да, научи меня действовать с каждым членом семьи, мы никого не смущая и не огорчая. То есть я, сам того не зная, могу дать повод к обиде, которая прорастет, и мало ли как потом, вот, да. То есть жил-был австрийский художник, у которого не складывалось. Ну, правда ведь не складывалось. Или опять же, жил-был комик, у которого были не смешные шутки, жил он с мамой, и мир был несовершенен, и мы все видели эту историю. — Хотелось бы еще вопрос успеть обсудить. Они, наверное, не менее сложные. Тема дара и наказания. Ну, наказание, понятно, за грехи. Как правило, тут вопросов, может быть, не возникает. Но вот мы с вами до эфира успели коснуться такой темы, что все чаще вера в тех или иных словах, цитатах, в каких-то диалогах воспринимается и называется даром Божьим. То есть по-настоящему верующий человек — это человек, одаренный Богом. И вот тут встает вопрос. Понятно, если у меня нету последней версии какого-нибудь телефона, ну, значит, он мне не нужен. Мы тут вот как раз говорим о целесообразности вещей, что целесообразно мне его не иметь. Значит, для меня благо, чтобы, ну, скажем, я не был слишком богат. Мы можем это как-то описать, хотя это, конечно, всегда очень сложно, именно если, выходя из рационального поля, конкретно к себе применять, иногда хочется просто иметь и вот это, и вот это, и вот это. Ну, ладно. Допустим, у Господа на меня другой план. Но вот если мы говорим о вере и говорим о том, что это дар, и говорим о том, что есть люди, скажем, которым, ну, крайне тяжело, если не сказать, вообще невозможно переступить церковный порог, тогда встает вопрос, почему Господь не всех отдарил этим даром? Спасибо за реплику. Только я увернулся от двустволки, не слишком убедительно, да? Как... Достали дробовик. Да как бы даже не кольт. Так вот. Опять же-таки, нам придется поделить вопрос, опять же, по моей профессиональной деформации, делим рассматриваемую сложность на столько частей, сколько необходимо для ее разрешения. То есть, с точки зрения христианского откровения, неодаренных людей вообще нет. То есть, каждый... Никто из нас не статист, никто из нас не должен погибнуть, чтобы оттенить подвиг Беовульфа. Каждая из нас драгоценность в глаза Господа и Ницше совершенно справедливо возмущается, что христианский динамит, который погубил прекрасный античный мир, а Ницше, как филолог, античник, был влюблен в эту цивилизацию, это тезис о равенстве душ. То есть, получается, в глаза Господа душа императора и душа деревенского простачка, в пределах мечтаний которого разжиться горшочком с медом, в глазах Господа равноценны. То есть, император, который может погубить народы и срыть горы, и высечь море, он имеет такую же ценность, как простачок, которому мед, и больше ему ничего не надо. То есть, неодаренных людей вообще нет, и каждый, он способствует божественному замыслу на своем месте. Второй момент тоже очень такой. Ну, тут мы обращаемся к теме античных гонений, и там еще слышно эхо античной философии. А вы уверены, что человек неверующий не принесет Богу больше пользы, обратившись в какой-то момент? То есть, это тоже может быть частью замысла. И бывает так, что Господь лишает нас свободы. Это тоже очень тонкий момент. Обратимся, опять же, к Писанию, вот к тому фундаменту, на котором христианство-то и стоит. Значит, первый момент — это обращение апостола Павла. То есть, Павел, трудно тебе идти против рожного. То есть, Павел не верил, Павел игнорировал, Павел гнал. И Павел был обращен, но к вопросу о том, что вера — это дар. Он ведь канонизирован не за свое обращение, там нет его заслуги. Он мог сказать, ух, ладно, был неправ, простите, построю себе хижину в горах, буду жить там. Но нет, он канонизирован, как первоверховный апостол, как кто-то много усилий положил в проповеди, претерпевал не за веру уже, а за проповедь. То есть, он мог бы сказать, да? Или, опять же, свобода у него сохранялась. Он мог бы сказать, ну, мало ли, какие солнечные удары переключались у меня, ну, блазницы и блазницы. И далее. Другой вариант, противоположный. Давайте отправимся в Ветхий Завет. Что называется, спасибо за вопрос, это интересно. Авраам. Вот тоже критика. Барон Гольбах, атеист, в свое время написал замечательное произведение «Галерея святых», где основной посыл был, а вы предложили бы такую ролевую модель. И Авраам, когда приходит в Египет, он говорит, Сара, ты симпатичная, меня убьют, чтобы тебя увезти в Гарем. Давай мы скажем, что ты моя сестра, а не жена. Тебя уведут в Гарем, но меня-то не убьют, и поэтому как бы от тебя не убудет, и я в живых останусь. И Гольбах спрашивает, а это вы считаете, правда, достойное поведение? Вот вы бы джентльмену, который так поступает, что бы вы сказали? А там четко прописано, Писание ведь грех-то не прячет, там сказано, Авраам поверил Господу, и Господь вменил ему это в праведность. То есть в случае с Павлом заслуги в вере нет, но заслуга получается после того, как Господь своей вот этой вот, даровав веру, ничего не оставил. И здесь наоборот, никаких заслуг, кроме веры. Нет. Потому что он что, храбрый? Он что, смелый? Он что, несгибаемый? Моисей протестует. Этот пророк не хочет идти в Аллаам, пытается монетизировать свой дар. Ему приносят дары, и Господь является, говорит, не проклинаемой народ. Он говорит, хорошо, возвращается, ему предлагают большие дары. Он думает, ну хорошо. То есть в этом случае мы всегда должны делить, во-первых, какой дар у человека есть. Не бывает абсолютно бездарных человека. Это вот христианский оптимизм. Второй момент – это то, что… А вот вера, она же тоже бывает разной. И тут я, опять же, в силу деформации, адресуюсь к знаменитому эпизоду, пересказанному вот последний раз владыкой Шевкуновым. То есть тогда еще не владыка, а теперь уже владыка, когда глупый христианин ставил молочко для Господа ночью, а утром находил блюдечка пустым. И ученый-монах вроде как разъяснил тупому простолюдину, что Господу не нужно. Господь имеет в своем распоряжении все молоко мира и вселенной вообще. Если где-то есть лунные коровы, Господь может и там молочка себе найти. Крестьянин расстроился, а Господь отправил для вразумления ангела, но не крестьянину, а монаху, что вот это был его способ служения. И в этом случае дар, рискну сказать, это то, что человек делает счастливым. То есть композитор не может не писать музыку. Когда Компанелла сидит в тюрьме, все, что у него есть, это чернила и бумага. И он пишет там философский трактат. То есть, казалось бы, напиши прошение о помиловании, организуй связи с какими-нибудь воинствующими оппозиционерами, они тебе устроят побег. Так ведь нет. Люди, находясь на каторге или саповале, стихи пишут, они не могут их записать и хранят их в памяти. То есть вот это то, что человек не может не делать. И более того, когда он предает свой дар, это для него оказывается еще чуть ли не более страшным, чем вот оказаться в заключении, но не утратить дар. Вот. И это тоже вот такой важный момент, что человек либо соглашается на этот дар, да, либо следует, либо он вот... Ох, Сергей Григорьевич, к сожалению, подходит к концу и сегодняшней передачи. Очень много... По повороту плеча головы, я уже понял. Да, очень много вопросов осталось со скобками. В частности, например, мне было бы очень интересно поразмышлять о том, как человек может корректировать промысел Божий, потому что вот буквально недавно мне задавали вопрос, но если промысел Божий, например, человеку болеть, то стоит ли тогда вообще рыпаться, бежать там в операционную, делать операцию, излечиваться? Десять секунд, и я отвечу. Да, хорошо. Конкретно вот эта ситуация. Рождены со слабым здоровьем были Кант и Суворов. Оба они знали, что здоровье их не поправится, оба разработали жесткие правила диеты и поведения. Один вошел в историю философии, другой в историю военного, мое почтение и дело. И оба они знали, что здоровье у них слабое, и оба скорректировали в соответствии с собственным желанием. Ну, спасибо. Это был блестящий и быстрый ответ настоящего философа. Наверное, в идеале скоро мы, когда будем с вами встречаться, мы будем говорить афоризмами. Но дай бог дожить до этого момента. Шутка номер три. Спасибо большое. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся. Надеюсь, вам было с нами интересно. До следующих встреч. В следующий вторник увидимся. Храни всех вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин